Всем привет, меня зовут Марина, вы на канале Книжный Дегустатор, и сегодня мы пройдемся по нескольким полочкам и посмотрим мои книжные детективы, мою коллекцию детективов. Чем это видео будет отличаться от формата книжной полки? Тем, что все-таки здесь я буду подробнее рассказывать про книги, но не настолько подробно, как видео про прочитанное. Так что сразу предупреждаю, ребята, это не тот формат, где я буду прям долго-долго-долго рассказывать про какие-то книги, советовать их, не советовать. Это будет быстро, я надеюсь. А также я сегодня покажу вам парочку новеньких книг от Истательства Лимбус Пресс, но это чуть позже. Сначала минутка важной информации. Если вы любите детективы так же сильно, как и я, интересуетесь книжными новинками, то я очень советую вам посетить главное книжное событие года, Московскую международную книжную ярмарку, которая будет проходить с 30 августа по 3 сентября на территории выставочного комплекса экспоцентр по адресу Москва, Красноплесненская набережная, дом 14. Важную информацию я еще продублирую в описании под видео. В программе мероприятия презентация книжных новинок, встречи с авторами, мастер-классы, вручение книжных премий и много всего интересного. Кстати, у вас будет отличная возможность выгодно купить книги по цене издательств, то есть без накрутки книжных магазинов. А также вы сможете встретиться с любимыми авторами, пообщаться с ними и взять автографы. Отдельная программа будет предусмотрена для детей в рамках первой международной детской книжной ярмарки, где будут представлены выставки детских книг, мастер-классы, встречи с авторами, иллюстраторами и издателями. Билеты можно приобрести вот по этой ссылке, я ее еще обязательно продублирую в описании под видео. Билет в ближайшее время появится на сайте, так что не упустите свой шанс купить классные книжки по выгодной цене и пообщаться с их авторами. Минутка полезной информации закончилась и с вашего позволения, а я надеюсь, что вы мне позволяете, начинается минутка хвастовства новыми книжками. Это книжки от издательства Limbus Press, только сегодня их получилось, забрала с почты. Я под дождем ходила на почту, забирала книжки. Вот представляете, насколько сильно я хотела новой книжки, что я под дождем ходила. Роман Ольги Анитиной «Назови меня по имени» привлек меня тем, что в аннотации там написано про тихую, послушную девочку, которая ради обретения своего «я» решает разорвать крепкие семейные узы и рвануть в другой город. Я такая, угу, 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 знаем всяких тоже тихих послушных девочек, все такое, думаю, надо мне, видимо, это почитать. Не знаю, почему какой-то у меня триггер или что, в общем, почему-то меня привлекло именно это описание. Также там было написано про школьника, одаренного школьника, который попадает в класс, где учатся, ну, менее одаренные дети, вот как он будет там адаптироваться. И еще там было что-то про человека, который всегда жил какой-то правильной, да, жизнью, был всегда таким справедливым, соблюдал законы и все такое. И как же так случилось, что вот потом он стал жертвой абьюза, не совсем пока понятно, о чем это будет, но предполагаю, что это просто книга о жизни, как я и люблю. Именно поэтому я и захотела ее прочесть. Также издательство «Лимбус Пресс» прислало мне вот такой сборник рассказов, состоящий из нескольких циклов «Память по женской линии» Татьяны Алферовой. Вот здесь я немножечко буду подглядывать, с вашего позволения, потому что еще, вернее, уже не очень-то помню, про что эта книжка. Итак, здесь, я так понимаю, это вот и есть вот эти вот циклы, да, «Память по женской линии», здесь будут рассказы про семью, то есть это история одной семьи. И вот почему-то, мне, по крайней мере, так показалось, когда изучала эту книгу, что здесь будет рассказываться именно о женщинах этой семьи, вот в хронологическом порядке, да, в плане династии. Но не уверена, но я проверю, обязательно вам расскажу уже в ближайшее время, потому что уже очень хочется взяться за эту книгу, мне кажется, что мне прям понравится, но посмотрим, проверим. Так, неомифологический словарь — это цикл рассказов о том, как герои известных мифов выглядели бы в нашей жизни, и о том, как люди из современного мира тоже ведут себя похожие на героев мифов. А вот рассказы, написанные осенью, — это большей частью автобиографические зарисовки, забавные или печальные по обстоятельствам. По крайней мере, так написано вот здесь. Посмотрим, почитаем. Очень хочу уже взяться за эту книгу, как я уже вам сказала, и действительно возьмусь, потому что как раз я вчера дочитала другую книжку. Пам-да-пам-да-блин, да блин, да что такое? «Пока течет река» Дианы Сеттерлфилд. Вчера я дочитала, так что можно браться за другую книжку. Благодарю издательство «Лимбус Пресс» за новые книжки, отправляю вам сердечко, спасибо, буду читать, буду читать, надеюсь, что наслаждаться, надеюсь. И перейдем, наконец, к детективам. Не знаю, почему именно я решила сегодня поговорить о детективах, не сказала бы, что я их так много прочитала, что какая-то дикая фанатка детективов, я только их читаю, да, вообще нет. Но почему-то захотелось показать вам, какими есть детективы. Вот и все. Вот, так что смотрите. Итак, у меня есть книги Юнис Бео, я собирала именно циклы про Харри Холли. Я знаю, что там есть еще другие книги у Юнис Бео, так, да, вот «Нож», по-моему, была последней книгой, хотя я не знаю, я давно уже не изучала эту тему, может быть, там еще что-то выходило, но вроде бы «Нож» это последняя книга. Но я знаю, что там еще есть книги, вот пытаюсь вспомнить, «Сын», по-моему, да, книга «Сын» Юнис Бео. Это уже не про Харри Холли, не про вот этого главного героя, про вот этого сыщика, но я как-то решила их пока не читать, потому что мне еще вот эти читать, извините, сто лет. Вообще, я начала свое знакомство с Юнис Бео, с книги «Снеговик», потому что в свое время, лет так пять назад, может быть, года четыре назад, ее очень сильно хвалили на ютубе. Все говорят, что это какая-то прям необыкновенная книга, там же еще фильм должен был выйти уже в скором времени. Ну, я решила ее прочитать, мне очень понравилось, я была вообще в дичайшем восторге, потому что там такая просто развязка была, знаете, мозговзрывательная. Вот, ну, интересно было действительно, а потом я решила все-таки собирать уже все книги и читать сначала. Поэтому на данный момент я прочитала вот три книги «Нетопырь», «Таракан» и «Красношейка». Причем «Красношейку» читала совсем недавно, еще не рассказывала о ней в прочитанном, но вот в ближайшем прочитанном как раз и расскажу. Мне вот кажется, что именно «Красношейке» автор уже как будто бы расписался, как будто бы он уже понял, как нужно интересно писать, как нужно заманивать читателей, потому что «Нетопырь» все-таки был скучноват, как-то очень недолго там все раскачивалось, именно сюжет, да. А вот «Красношейка» очень понравилась мне, очень-очень. Ну, я не буду сейчас о ней рассказывать, не хочу, потому что, правда, это будет все в прочитанном. Вот там уже о ней с вами и поговорим. Кто не знает, в чем главный шарм этих книг Юнис Бео именно про Харри Холли, то в Харри Холли. Главный герой необычно, но он не вот этот вот классный чувак, который все умеет, все знает, он вот такой вот герой, блин, вообще там в идеальной форме. Харри Холли – это мужчина, ну, в каждой книге, да, уже по-разному у него там возраст, ну, скажем так, ему точно уже там за 30, за 35, вот так вот. Но главное – это то, что он алкоголик, и он постоянно уходит в запои, это мешает следствию, не всегда, но частенько мешает, частенько это влияет на ход дела, на ход расследования какого-то преступления. И это придает даже, наверное, какую-то реалистичность, что ли, какую-то действительно изюминку произведениям Харри Холли. Ой, Харри Холли, фу, Юнис Бео, все, у меня вечная проблема, путаю героя и автора, произведениям Юнис Бео. Но иногда это читать противненько. Дальше у меня тут книги Дэна Брауна про Роберта Лэнгдона, и я обожаю показывать именно вот эту книгу, хотя меня раздражает то, что она по росту здесь как бы выходит за пределы разумного, но я все-таки очень ее люблю. Она тяжелая, нереально тяжелая, но вот это вот софт-тач, супер-обложка, а вот здесь мелованная бумага и иллюстрация. То есть там говорится, ну вот, про какую-то там скульптуру, статую, про какую-то картину, и это все показывается сразу на картинке. Там вот город был, фотография города, а там, по-моему, ни один город, ни одной страны был. Вот даже, пожалуйста, колокольня какая-то. Ну, видимо, там уже происходили какие-то действия, я уже, конечно, плохо помню, как всегда. Но я люблю читать книги Дэна Брауна именно про Роберта Лэнгдона. Роберт Лэнгдон — это главный герой вот этого вот цикла. Он, ой, он профессор, вот по искусствоведению, можно так сказать или нет. В общем, он все знает про искусство, про религию, про масонов. Масоны — это вообще центральная тема, главная тема книг Дэна Брауна про Лэнгдона. Но мне очень нравится то, что загадки здесь скрываются именно в предметах искусства. То есть, ну вот особенно «Кот да Винчи», «Кот да Винчи» вот она. Ой, я их неправильно поставила, надо местами поменять. Это вторая книга «Кот да Винчи». «Кот да Винчи», ну как бы монолизм, все такое. То есть там вот было очень интересно именно про «Про да Винчи». Там с такими подробностями рассматривались все его произведения, и в них была заключена загадка. Но, конечно, как я уже говорила, это все-таки детектив. И здесь обычно кому-то, как всегда, угрожают. Кого-то должны убить, или там произойдет какой-то теракт. И вот Лэнгдон спасает мир. Решила немножечко подвинуться. Происхождение я еще не читала. Возможно, буду читать осенью, потому что у меня есть какая-то такая традиция. Я читаю книги про Лэнгдона именно осенью. Вот последняя книга цикла у меня будет. Ну, надеюсь, она меня тоже не разочарует, как и предыдущая. Хотя я знаю, что многие не любят именно книги Дэна Брауна. Почему-то это считается такой попсовой, что ли, литературой, неправдивой. Ну, ребят, не знаю. Это художественная литература, и как бы насколько она должна быть правдивой, вопрос тот еще. Подсказчик я еще не читала. Это книга Доната Каризи. И я знаю, что его все любят, он многим нравится. Ну, как-то вот пока не дошла я до него. Хотя, наверное, стоит, чтобы уже начать собирать его циклы все. Игра подсказчика это вот какое-то... Господи, тихо. Это вот какое-то продолжение подсказчика. Но, по-моему, это третья книга вот этого цикла. Я увидела вот эту вот книжку в буганистическом магазине. Она там как-то очень мало стоила. Я решила, что ну, надо брать. Я же по-любому буду собирать подсказчика вот этого цикла. Я же буду читать, мне же понравится. Ну, непонятно пока что, насколько мне понравится. Но решила, что буду собирать. Перестраховалась я, да, перестраховалась. Токийский зодиак. Эту книгу я получала от сайта LifeLip. Это такой портал, где вы отмечаете прочленные книжки. Вообще можете почитать информацию о книгах, об их авторах и все такое. Ну, такой портал книголюбов, скажем вот так. Это будет как-то правильнее. И вот там в раздаче я выиграла эту книжку. И только потом уже, вот когда я ее... Блин, я хочу, чтобы вы меня видели. Это неправильно, что вы меня не видите. И вот уже... Блин, ладно, сяду. Вот. И вот уже потом, когда я уже прочитала эту книжку, познакомилась с этим автором, расхвалила эту книгу, действительно, стала в большом восторге. Уже тогда, вот после этого, автор стал популярен. Он выпустил еще множество книг. И они постоянно, если зайдешь в «Читай город», они стоят на вот этих стойках с популярными книгами. Я еще ничего у него больше не читала. Я, конечно, хочу. Но как-то у меня столько всего не прочитано, что пока я его не беру. Так, давайте все-таки вернемся к книге «Токийский зодиак». Очень необычная книга. Это хонгаку-детектив. То есть такой детектив, который ты сам можешь расследовать вместе с сыщиком. То есть ты сам можешь угадать, что же здесь произошло, кто же убийца, потому что тебе как бы предоставляют все улики на плючке с голубой каемочкой. Но я не угадала, разумеется. Я никогда не угадываю. Есть у меня такая особенность. Ну да ладно. Вот. Жил-добыл один мужчина в Японии. У него были дочки, падчерицы. И все они родились в разные месяцы года. И он откуда-то взял такую информацию, что женщина рождается в какой-то месяц года. Например, родилась она в июле. И тогда у женщины, рожденной в июле, обязательно будет идеальная, не знаю, голова. Или там ноги красивые будут. Вот идеальные. Потом в августе рождается женщина с идеальными руками. И вот этот мужчина решил расчленить вот этих женщин, взять их идеальной части тела и создать вот одну идеальную женщину. Ну да, он вот такой вот был маньяк. Потом женщин действительно находит убитыми. Но, насколько я помню, мужчина также был убит. И вот здесь как бы вопрос. А что вообще произошло? Где идеальная женщина? Короче, история просто бомбическая. Я правда всегда очень рекомендую прочитать всем. Очень необычно. И меня это задело. Меня это заинтересовало. И я такого еще не читала нигде. «Тринадцатая сказка». Не знаю, можно ли это считать за детектив. Ну, наверное, да. Наверное, это считается детективом. И вот здесь я уже плоховато помню, о чем книга. Я помню вот этот вот дух. Так, я хочу тоже, чтобы опять меня видели. А тут рассказы, рассказы, рассказы. Меня никто не видит. Я помню, вот здесь такой дух библиотеки. Такое, знаете, особняки какие-то, книжные магазины. Вот эта вот атмосфера. Атмосфера дождя, такой осени. Я вот всегда тоже по этой книге говорю, что ее надо читать осенью. И это так и есть. Потому что она такая вот атмосферная. Такая немножко она мрачноватая, готическая. И это даже видно, мне кажется, по ее обложке. Насколько я помню, там главной героиней была писательница. Вида Винтер. Кажется, да? Кажется, даже я помню ее имя. Вау, я вообще крутая, здорово. Вот, была писательница Вида Винтер. И она уже дожила до таких преклонных лет. И за всю жизнь никто не мог взять у нее интервью. И так получилось, что главная героиня, она работала в книжном магазине, там семейный книжный магазин. У ее родителей была, она в нем работала. И вот так получилось, что именно ей, Вида Винтер, решила дать интервью. Почему? Непонятно. Но за вот это время, когда они общались, девушка, главная героиня, узнала очень много секретов, тайн писательницы. И также это повлияло и на ее жизнь. И выудила из нее тоже какие-то уже скрытые эмоции, тайны. И, блин, я просто пытаюсь не проспойлерить. И пытаюсь так вот говорить как-то около-около, около-возле. Вот. Но я бы не сказала, что эта книга мне прям сильно понравилась, сильно впечатлила. Что-то я ее прочитала. И все. Я знаю, что есть прям фанаты-поклонники, но не знаю, как-то она мимо меня пришла. Но я уже вот вам сегодня сказала, я прочитала вчера, дочитала «Пока течет река» от того же автора. И эта книга понравилась мне намного больше, «Пока течет река» имеется в виду. Тоже в ближайшем прочитанном о ней расскажу. Ох, это было вообще необычно. Ладно, все, давайте дальше пойдем. Давайте пойдем дальше. У меня здесь как-то нелогично. Как вы видите, здесь не только детективы стоят. «Дерево растет в Бруклине». Это не детектив, это проза, поэтому я прошла мимо этой книги. Книги Стивена Фрая. Это мифы, греческие мифы. Здесь о греческих богах, а здесь о героях, чудовищах. Вот такое. Я очень люблю все связанное с греческими мифами. Так что эти книжки я читала, но это, конечно же, тоже не детективы вовсе. «Семь смертельных родкассл». Ну, давайте посчитаем за детектив. Я тоже очень люблю эту книжку. Ну, в какой-то степени пусть будет и так, но это еще и фэнтези, скорее всего. Есть здесь такая доля, да, фэнтези, мистики, магии, потому что здесь вообще что в центре сюжета день сурка. В имени Хардкасслов проходит праздник, и в конце дня убивают дочь самих Хардкасслов, Эвелину. Ну, вот получается, «Семь смертельных родкассл». Так, здесь, кстати, вот такая вот карта. Очень люблю, когда такое есть. Какой-то план дома, да, вот такое. Прямо тоже такое. Обожаю. Ну, как бы все бы ничего. Да, кажется, ну, детектив, ну, убийство, ну, все сейчас будут как-то расследовать. Но здесь у нас заключается день сурка. Да, главный герой каждый день просыпается в теле разных людей. И выйти из вот этого вот порочного круга он может только, если найдет убийцу Эвелины Хардкассл. В ББ Хардкассл, как и всегда, я же все дыкаю. Я вот люблю такое, когда пишут про день сурка. Кстати, я никогда не смотрела фильм «День суркажем». По-моему, так и называется. Я его ни разу не смотрела, представляете, да. Такая вот я интересная женщина. Но я люблю вот эту тему в книжках, поэтому мне вот эта книга понравилась. Но тоже знаю, что многие считают какой-то попсовой, все такое. Ну, я же люблю попсовое, ну, что вы, я такое люблю. Последняя Миссис Перриш, не знаю, можно ли назвать тоже детективом, она софт-тач, поэтому она вот так вот некрасиво выглядит. Ее только вот дотронешься до нее, пынс, и все, и на ней сразу след от пальца. Последняя Миссис Перриш это не то чтобы детектив, это скорее такой немножечко триллер, современная проза, да, наверное, как-то вот так это скорее можно назвать, охарактеризовать. Здесь рассказывается про девушку, которая завидует одной женщине, потому что у той женщины есть все, у нее есть любящий ее муж, богатый муж, соответственно, у них есть там особняк крутой, деньги, все. Ну, в общем, ей не надо работать, ей не надо там что-то заморачиваться, она шевет, кайфует, у нее есть классные дети, все здорово, но на самом деле вот эта вот девушка, она не знает все подноготное жизни той женщины с ее мужем, но эта девушка решает занять место той женщине, а, ну, она вот Миссис Перриш это и зовут, насколько я помню, вот, она решает занять ее место, то есть, какую-то там попытаться вести у нее мужа, но чем это закончится, так, ладно, дальше я сильно уже не буду лезть в сюжет, я так боюсь, что я вам слишком много рассказала, но я люблю вот такое, когда герой идет из грязи в князи, он идет по головам, несмотря ни на что, ему на все пофиг, почему-то меня такое привлекает в книгах, мне нравится, и поэтому мне эта книга тоже понравилась, поэтому и стоит на моих полках, достойно, достойно, все еще достойно. Так, эти книжки уже просто вам вот так вот покажу, здесь у меня три книжки Агаты Кристи, смерть в облаках и убийство по алфавиту, это дело Аркюля Пуаро, вот он, можете его здесь увидеть, я тоже же плоховато помню эти два расследования, эти два дела, я точно знаю, что я покупала эту книгу из-за убийства по алфавиту, почему-то меня привлекала такая тема, думаю, будет интересно, по алфавиту будут убивать людей, ну, в общем-то, да, так и было, но честно, вообще сейчас не вспомню, что там о чем, а, смерть в облаках, это герметичный детектив, там Пуаро летел в самолете, и в самолете убили человека, вот, я даже до сих пор помню, как его убили, вот так вот, ну, что могу сказать, ну, это классика, Агата Кристи, это классика детективов, поэтому я никогда от нее не ожидаю каких-то особенных эмоций, особенных впечатлений, чего-то просто невообразимого взрыва мозга, нет, это просто хорошие классические детективы, здесь уже расследование мисс Марпл в одном томе, как вы видите, так вот, полистать вам чуть-чуть, вот так вот, здесь четыре детектива, я точно помню, что здесь есть детектив объявленного убийства, и вот он мне нравился больше всего, там в газете вышло объявление, газета, знаете, утром все, то есть ее читают жители деревни, и там объявление, вот в таком-то доме во столько-то времени будет убийство, все такие, прикол, смешно, ха-ха, но это был не прикол, там реально произошло убийство, так, Агата Кристи, большая четверка, вот это вообще какой-то детектив, если вот смотреть по хронологии всех детективов про Пуаро, он тоже, по-моему, ближе к концу, если я не ошибаюсь, и поэтому я не все там поняла, но прочитала, прочитала, ну и стоит, это давно уже я его читала, еще в начале моего собирания, есть такое слово собирания вот этой вот большой библиотеки, но я думаю, что мы смело можем отнести к детективам книги про Шерлока Холмса, да не то, что смело, мы обязаны их сюда отнести, у меня вот есть четыре книжки, очень старенькие, я их еще покупала в школе, ой, 10 лет назад я их покупала, представляете, 10 лет назад где-то я их покупала, вот такие вот книжки, вполне себе дешевые, я просто слушаю крики соседей, мне интересно слышите вы их или нет, потому что это вообще какой-то ужас, там как будто, я не знаю, они походу пьяные, они то ли поют, то и что, надеюсь, что вы это не слышите, но если что, извините, я так живу, вот, 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 полистаю, о, там даже картинки есть, черно-белые, здорово, я уже про это забыла, издание вполне себе дешевое, не знаю, продаю сейчас такое или нет, скорее всего нет, две книжки я покупала в обычном книжном магазине, в офлайн, а две мне мама заказала на озоне, ой, живот есть, озон, представляете, тоже, я представляю, сколько же они тогда стоили, может рублей 200, твердая обложка, я очень любила в детстве книги про Шерлока, мне они казались уникальными, но я сейчас понимаю, что они уникальны, потому что вот так прописать это все, прописать методы Шерлока, да, когда он там просто по походке человека определяет, где он работает, когда он посмотрит на его головной убор и говорит, что ой, а он вчера был там в Германии, как это возможно, ну, и это просто вот этим пропитаны все его книги, это что-то невообразимое, я очень его люблю, но почему-то уже позже, лет в 20, может быть, я решила перечитать, я не смогла, я что-то начала и прям не могу, мне так скучно, не знаю, может быть, он все-таки рассчитан на какой-то возраст, не знаю, я не знаю, я не знаю, почему так вышло, но у меня еще есть вот такая вот книжка новое приключение Штерлока Холмса, я же говорю, я была фанатка, мне не хватало этих книг, я уже их прочитала, все, мне было грустно, хотела еще что-то, поэтому я купила вот такую книгу, тоже такое интересное издание, так, свет, 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 вот покинул, и вот это вот, такое, кожа, ну это так интересно все сделано, а вот здесь еще в две колонки расписано, ну как бы да, это как бы интересно, но здесь сами истории писали уже другие авторы, разумеется, новое приключение Штерлока Холмса, ну поэтому, когда я, конечно, почитала, но я бы не сказала, что они были суперинтересные, там вот не было вот этих особенностей, которые были у Артура Конан Дойля, ну, уже не смогли те авторы, так это все здорово писать, к сожалению. И еще одна полочка с детективами у меня есть, но здесь большинство, конечно, все-таки не прочитаны, а, ну кстати, если что, я же еще детективы иногда читаю в электронке, так что вы меня со счетов-то не списываете, я все-таки ничего, я все-таки шарю, я в теме, но не всегда, не здесь, не на своих полках, да. Вот здесь две книги вообще не считаются, там энциклопедия про домовых и комикс про флэша, а вот это вот все детективы. Некоторые вопросы теории катастроф я обожаю за обложку, я не знаю, мне очень нравится вот эта вот роза, как-то так все симпатично, просто вот, а, вот уже еще, вот же еще красота, просто приятно, эстетично, приятно ее листать. Необычно, тоже помню, книжка была, язык такой сложноватый, но красивый, и читать книгу приятно. О чем книга? Я вообще не вспомню, я вообще не вспомню. Какая-то там была компания школьников, вот была главная героиня, такая немножко, такая скромная девочка, у нее появилась какая-то компания, там была какая-то учительница, которая с ним постоянно общалась, все. мне кажется, кого-то где-то там убили, вроде бы, я не помню, я реально не помню, вообще, нет, я помню, я помню главное, я помню развязку, я помню, кто во всем виноват. «Ночное кино» от того же автора, это интерактивная книга, потому что здесь все в картинках, фотографиях, вырезках из газет, где бы что-нибудь найти, ну вот, это, по-моему, какой-то сайт, скорее всего, там был сайт фотки, фотки, что еще тут есть, ну вот, тоже, да, видите, вот, в самом начале форум какой-то, ну то есть, это прям заманивает, это заманивает, история мрачная, она прям такая грязная, как будто, знаете, вот в какую-то, залезли в какую-то черную, липкую жидкость и ковыряетесь там вот так руками, фу, вроде неприятно, но любопытно, и никуда тут не денешься. Если я правильно помню, там нашли убитой дочь одного известного режиссера и непонятно, то ли там, ну, она упала с высоты, то есть там непонятно, то ли это было самоубийство, то ли это убийство, то ли что это вообще, то ли это случаясь, да, какая-то, непонятно, вот, и все бы ничего, но у нее отец очень необычная личность, он снимал такие фильмы с загадками и, ну, допустим, показывает в его фильме убийство человека, и никто не знает, реально его убили или нет, ну, вроде как нет, да, но были подозрения, что реально, что все, что происходило в его фильмах, это было реальностью, и это подтверждали многие факты, и за расследование вот этого дела взялся журналист, журналист, у которого был давний конфликт с вот этим самым режиссером, и вот он пытался понять все-таки, что же случилось с его дочерью, и вообще пытался вывести на чистую воду вот этого режиссера, мне книга, насколько помню, понравилась, сейчас понимаю, что, да, она хороша, но не стала любимой, и это не та книга в жанре детективов, да, которую я бы прям рекомендовала, вот я могу рекомендовать Токийский зодиак, очень сильный, вот-вот всем, Дана Брауна тоже могу рекомендовать, а вот это как-то, это необычно, но не более, так, вот здесь я уж не знаю, тут уже начинается большинство, что я не читала, ладно, вот это вот уберу, мне столько это мешает, исчезнувшая Гиллиан Флинт, я уже рассказывала в каком-то видео, что мне больно за эту книгу, потому что все про нее говорят, блин, такое классное, так интересно, ну там женщина исчезла, вот, и у нее вроде какие-то отношения с мужем там были, то ли они поссорились, то ли что, ну в общем там подозрение падает на ее мужа, там непонятно, то ли это он, то ли не он, то ли произошло что-то другое, вообще там ничего не ясно, а я где-то себе проспойлерила развязку, я не знаю, как теперь ее читать, потому что я не могу это забыть, по-моему еще же есть фильм, мне что-то кажется, что я еще и фильм когда-то смотрела с мамой, поэтому просто знать, чем закончится эта книга, я за нее не берусь, можно конечно почитать, просто чтобы, ну не знаю, восхититься языком, еще там чем-то автора, но обидно, обидно, так, барсук, барсук я покупала недавно, вообще за какие-то там мальпусенькие деньги, о чем эта книга, не сильно помню, раз в год неуловимый убийца появляется с под земли, утаскивает нового жертву сквозь дыру в полу подвала, вот, так что-то какую-то рукопись он должен будет подкинуть в издательство, наверное, про свои деяния, и автор решает, а, ой, автор, не автор, кто-то, господи, издатель, решает опубликовать эту рукопись, и я так понимаю, что за этим тоже последуют некие преступные деяния этого человека, скорее всего, а что тут у меня как-то сюда неровно стоит, игры наследников, вот здесь, это тоже что-то популярное, интересное, наверняка, но я так не читала, хотя уже вышли еще две части, я не понимаю, покупать мне их или нет, а вдруг мне не понравится, и я их так и не покупаю, кстати, она же еще была в Экспрайсе, вот эта вот книжка, так, о чем здесь вообще, о чем здесь вообще, да, перед смертью миллиардер завещал все свое состояние некой 17-летней девушке, кто она ему, непонятно, почему ей, когда там есть еще куча людей, претендующих на его наследство, но она не может просто так получить свою долю, потому что нужно разгадать некие загадки, головоломки, анаграммы, что там еще будет, требуется, не знаю, вот, она должна их разгадать, потому что, видите ли, миллиардер их очень любил, ну, я вообще люблю, когда герой рассказывает какие-то загадки, мне такое нравится, поэтому я решила ее почитать, но еще не читала, кто не спрятался, Яна Вагнер, Яна Вагнер, это, кстати, российский автор, ну, по крайней мере, русскоязычный, я всегда так говорю, российский, опрометчиво, потому что это не факт, вот, кто не спрятался, это герметичный детектив, там компания друзей, по-моему, поехала отдыхать в горы, может быть, там кататься сноубордов, или что там, горнолыжный спорт, мне кажется, что-то такое, они вот поехали в горы, решили заночевать там где-то, где-то, решили заночевать, наверняка не в палатке, наверное, в каком-то домике, ну, и, в общем, потом нашли одного из них убитым, и там была метея, вот непогода, и понятно, что никто не мог убить этого человека, кроме кого-то из этих друзей, вот, поэтому и получается, что герметичный детектив, у меня мама читала эту книгу, ей очень понравилось, а если маме понравилось, то мне скорее всего тоже понравится, Клуб убийств по четвергам, это история про бабушек и дедушек, которым уже, по-моему, за 70 лет, то есть они прям такие уже старенькие, и они любят обсуждать, собираться по четвергам и обсуждать нераскрытые преступления, и тут случается так, что у них появляется настоящее тело, и вот они раскрывают, ну, по-моему, пытаются, да, раскрыть это дело, я не знаю, мне мужу понравилась эта книга, а маме нет, поэтому я вот разрываюсь, не могу сказать, не могу даже предсказать, как-то предположить, понравится мне эта книга или нет, но я знаю, что уже выходили продолжения про тот же Клуб убийств по четвергам, но я пока не покупаю, потому что еще не читала вот это. Так, я даже не буду говорить название с моим английским чудесным, которое я никогда не учила в школе, я не буду называть, называть, говорить название этой книги, но там все очень интересно, и помню, что меня восхитила аннотация, то, что здесь будет рассказываться про совместимость по ДНК, совместимость людей по ДНК, то есть, знаете, там, никакие карты Таро не работают, никакие там знаки Зодиака, а теперь можно совместимость определить по ДНК, все, вы просто там сдаете анализ, кровь, все, вам приходит смс-ка, вы совместимы, вы несовместимы, но это, ой, удавилась, но это не детектив, это, скорее всего, не детектив, да, ну да, ну да, причем это вообще детектив, ну ладно, она у меня тут стоит просто потому, что она, видите, вот, подходит по оформлению, поэтому стоит, что-то у меня тут вообще все завалилось, что-то все криво, ой-ой-ой, как же так, безновленный пациент, я почему-то даже не хочу про эту книгу говорить, она мне не понравилась, очень изаурядно написана здесь, ну я не знаю, я не понимаю, почему мне это не понравилось, почему это все нравится, а мне нет, но вот, что-то пошло не так, видимо, я даже не сильно это помню уже о чем-то, ну да, в общем, там жили-были мужчина и женщина, любили друг друга, потом женщина убила мужчину, и все, и она после этого замолчала, вот, и она, по-моему, сидит там, то ли в психушке, то ли что, то ли где, в общем, она в какой-то больнице, и пытается, кто же он, господи, врач, не врач, или он как медбрат, там, я тоже уже, правда, не сильно помню, и потом пытается понять, что же стало стимулом, да, для нее убить мужа, вот, я помню, чем эта книга кончилась, ну ладно, ну да, это было необычно, но, все, без комментариев, внутри убийцы, вот, а внутри убийцы, это отличный детектив, и мне он понравился, наконец, наконец, мне что-то понравилось, да, здесь Зои Бентли, главный герой, она профайлер по профессии, вот, есть, оказывается, такая профессия, она много знает, о серийных убийцах, и она может работать, как бы, консультантом, в раскрытии, вот, подобных преступлений, и вот пока она пытается, раскрыть, очередные преступления, серийные убийства, где женщин находят, забальзамированными, и они там стоят, олисят в каких-то, необычных положениях, все люди, то есть, ходят мимо этих женщин, думают, что они живы, а они не живы уже давно, они просто забальзамированы, вот, она пытается найти этого маньяка, пытается понять, зачем он так делает, кто это, все такое, и тут же нам рассказывают ее историю, историю ее жизни из прошлого, оказывается, она тоже в детстве сталкивалась с серийным убийцей, и вот эта вот нить прошлого, она проходит через всю книгу, и это добавляет, конечно, книге, какую-то особенность, какую-то пикантность, как я люблю говорить, да я ничего не пойму, что у меня все скрепилось, как это поправить, ой, все равно криво, ну ладно, хоть как-то, ну хоть как-то лучше, вот эти вот книги, я даже не сильно хочу вам показывать, рассказывать про них, надеюсь, вы меня за это простите, потому что я их не читала, и вот эти вот конкретно, это все идут, это все идет как продолжение, внутри убийцы, насколько я знаю, вот, наверное, да, наверное, это все про Зои Бентли, все еще, ой, нет, вот это походу не про Зои Бентли, Дом Страха, вот так вот я вас обманул, ладно, я уже ни в чем не уверена, на самом деле, я не читаю просто аннотации детективов, я стараюсь, по крайней мере, не читать аннотации, чтобы ничего себе не проспойлерить, ну, и вообще не смазать впечатления, вот так, поэтому про детективы я ничего не знаю, но мне нравятся вот эти вот обложки, ой, да хотела открыть, пымс, пымс, вот как-то вот так вот это все работает, и мне такое нравится, так, немножечко перешла, опасные соседи, тоже такой детектив, я не знаю, даже понравится мне или нет, мы его покупали вместе с мамой, с тем расчетом, что мы обе его почитаем, но как-то, по-моему, больше интересовало ее, чем меня, вот здесь история про то, что девушка уже, будучи взрослая, выросшая в приемной семье, приезжает в дом, начинает жить в таком особняке, и оказывается, что когда-то эта особняк принадлежала ее биологическим родителям, которых нашли мертвыми в одной комнате с неизвестным мужчиной, то есть то ли это было самоубийство, то ли убийство, непонятно, какая-то вообще тут загадочная ситуация, но я думаю, что эта девушка будет в ней как-то вот разбираться, причем эту девушку, да, оставили в живых, вот, «Двое могут хранить секрет», эта книга от автора детектива «Один из нас лжет», там был детектив про школьников, тоже можно сказать, что он герметичный, вот он мне очень понравился, отличный был детектив для подростков, ну, как бы, про подростков и для подростков, так, господи, а о чем эта книга, я не помню, как всегда, все, прочитала аннотацию, вспомнила, про что здесь, здесь история про город, где когда-то произошло несколько преступлений, и они остались вот нераскрытыми, например, 15 лет назад пропала королева красоты школьная, и совсем недавно пропала тетя главной героини, или ее нашли убитой, ну, конечно же, я не помню, нет, она исчезла, да, все правильно, она пропала, вот, я права, все хорошо, и теперь вот эта вот девушка, чья тетя пропала, решает как-то, ну, расследовать, да, все вот это вот дело, как-то понять, в чем же тут дело, и может быть, все эти преступления связаны, вот, Адель и идеальная няня, ну, насколько понимаю, это не детективы, по крайней мере, Адель, Адель, это вообще история о нимфоманке, а вот идеальная няня, не уверена, да нет, это тоже, по-моему, что-то вроде, скорее триллера, чем детективы, вряд ли детективы, поэтому тоже сильно останавливаться не буду, но вот, няню я еще не читала, Адель читала, и мне не сильно понравилось, решила еще перейти на другую полочку, вспомнила, что у меня еще вот тут, вот, есть детективы, про Флавио де Люс, Ална Брэдли, я их все прочитала, и меня расстраивает, то, что нет продолжения, и я не понимаю, оно будет или не будет, если вы знаете, что оно будет или не будет, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что я реально до сих пор жду, и мне грустно, что нет продолжения, потому что я уже полюбила эту историю, я привязалась к этой девочке, здесь вообще главная героиня, это 11-летняя девочка, которая отлично разбирается в ядах, в чем там еще, ну, в химии разбирается, да, и ей реально все интересно, все вот эти преступления, она не боится трупов, ей вообще пофиг, она хочет действительно помогать людям в какой-то степени, и вот расследовать вот эти все дела, и она всегда помогает следствию, иногда, она, конечно, мешает, а не только помогает, но в основном все вот эти вот дела, преступления, они все раскрывались с ее помощью, здесь очень крутая атмосфера, такого тоже готического, мрачного, английского поместья, где живет семья, папа и три дочки, мама у них погибла, или пропала, я там не помню, как там, в чем была суть, в общем, ее уже долго с ними нет, понятно, вот, в горах она пропала, и они живут так старомодно, то есть, если у всех есть там уже телевизоры, наверное, у них же, да, все были, там, радио, что-то такое, по-моему, это просто половина 20 века, ну, где-то вот 50-е годы, да, и у них ничего этого нет, то есть, у них есть телефон, который они там называют штукой, или как-то так, точно не помню, и это для них уже такое прям техника вообще, ну, как-то так они интересно живут почему-то, классная серия, действительно, можно еще ее почитать подросткам, я так думаю, но я вот ходила в какой-то магазин, я не помню в какой, в книжной, в нашем городе, по-моему, и там вот эти вот книжки стояли в разделе детской литературы, нет, это не детская литература, это скорее литература все-таки уже для взрослых людей, но лет так в 14 ее вполне можно почитать, ну, я так считаю, не знаю, ребенку в 10 лет, наверное, я бы это не дала, но бывает там такое про трупы, про какие-нибудь изнасилования, нет, не надо, не надо в 10 лет это читать, ну, и в общем-то на этом все, надеюсь, что вам понравился такой новый для меня формат видео, где, к которому я вообще не готовилась, где я рассказывала про детективы, не просто показывала свои книжки на полке, что вот это такая, вот это такая, еще что-то рассказывала, без подготовки, так что сильно на меня не ругайтесь, надеюсь, что все-таки это видео было смотреть хоть чуть-чуть интересно, и да, смотрите, как вообще потемнело, какая у нас интимная атмосфера, интимная обстановка появилась, все, ночь, что вы хотели, такой вот август в Сибири, да, грустно, просто если кто-то не понял, это тучи, это я не ночью снимаю, это сейчас вообще прям день, два часа дня, наверное, сейчас, это тучи вот такие вот, ну, в общем-то у меня на этом все, и всем пока, на небе тучи, тучи, тучи.